Ого, тут дыра. Даже не знаю, стоит туда идти или нет. Эти стены стали убежищем для бездомных, наркоманов и хулиганов. Но главное, доступ сюда открыт. Снос недостроенного крупного здания, например, как пятиэтажка поселка Вертеля, может стоить и 20 миллионов рублей. Объект в итоге будет снесен. Ну, вуаля. Здравствуйте, это программа «Самое время». Меня зовут Ефим Овчинников. О заброшенных объектах на территории Карелии вновь заговорили после трагедии. В мае этого года в Оланецком районе под завалами старого коровника погиб ребенок. Причина на поверхности. Доступ на так называемую заброшку ограничен далеко не всегда. Все это влечет молодежь и вместе с тем таит большую опасность. Видимо, так устроен человек. Пока не случится беда, на заброшенное здание по соседству, возможно, не обратит и внимания, когда окажется, что уже поздно, слезы, горечь и невозможность что-либо изменить. Эти кадры мы снимали в заброшенных цехах на улице Радищева в марте этого года. На территорию прошли без каких-либо проблем прямо сквозь полуразрушенный забор. Наверх поглядывали с опаской. С ветхой кровли вместе со снегом свисали гнилые доски. Под ногами черт бы ногу сломил. Ямы, гвозди, колотые бетонные блоки. Да еще коварный весенний лед. Тогда казалось, все это так по-российски. Так навсегда. Сегодня, на фоне последних сообщений о гибели и травмах детей в Карелии, новости отсюда из заброшки на Радищева выглядят обнадеживающе. Если верить новому собственнику, предприниматели приобрели эти площади буквально месяц назад. Здесь наведут порядок. Сначала обнесут опасный объект забором, а потом, если все получится, откроют магазин-склад или небольшое производство. На камеру бизнесмены говорить не захотели, лишь заверили, что планы такие есть. Та же камера чуть позже приедет и проверит, возможно ли такое заброшку, к которой давно привык целый микрорайон, ликвидируют. Мы у здания бывшего комбината школьного питания на улице Калинина. После долгих судебных разбирательств его изъяли в пользу государства, и сейчас здесь ничего нет. Эти стены стали убежищем для бездомных, наркоманов и хулиганов. Но главное, доступ сюда открыт. Об этом здании много писали и говорили. В суде доказали, что приобрели его незаконным путем, в ущерб государству. Виновные получили условные сроки, но кто теперь ответит за то, что осталось после шумихи? Выбиты окна и двери, даже мимо ходить опасно. А вокруг жилые дома, где живут в том числе и дети. Рядом для них не наблюдается Диснейленда. Поскольку территория вокруг здания никак не огорожена, любой прохожий или зевака может легко упасть в открытый люк. Крышка от него давно украдена. В Петрозаводске больше 30 подобных объектов. Составлен целый перечень наиболее опасных и проблемных. К некоторым горожане давно привыкли. Заброшенные здания стали чем-то обычным. Они как часть большого города, который живет такой разной жизнью. Красивой с высоты птичьего полета и столь неприглядной, если спуститься на землю. А это уже Комсомольский проспект. Здесь тоже есть заброшенное здание, вопрос по которому, кстати, удалось решить. Объект обнесли забором и никого не пускают. К этому заброшенному зданию вместе с нами приехал заместитель мэра Петрозаводска Евгений Перов. Вышло именно так не случайно. Недавно своим подчиненным глава города поручил курировать отдельно взятые районы. Перову, кроме прочих, досталась Куковка. Ему и отвечать. Выяснилось, что это заброшка в федеральной собственности. Известные сложности, масса юридических нюансов, переписка, документация. Однако годы стараний не прошли зря. Аукцион на снос здания уже объявлен. Как мы получили информацию, сейчас проходят обмерные и проектные работы. И принято решение его демонтировать. То есть сейчас мы обеспечили безопасность на этом объекте. И впоследствии мы обеспечим, скажем так, эстетическую составляющую Комсомольского проспекта и микрорайона Куковка. И, безусловно, уродующий своей заброшенностью объект в итоге будет снесен. Сейчас по срокам не скажу сноса, но это будет решаться в проектных решениях. Как только мы получим эту информацию, оставляем этот объект на контроле. Он также у нас есть в перечне, никуда из него не исчезает. Перечень в общем доступе, пользуясь случаем, хочу сказать, на сайте администрации, размещен по всем вообще объектам. Он там есть, он там остается до тех пор, пока вопрос полностью с ним не будет решен. Тоже мне победа, скажут жители отдаленных районов. Где объекты поменьше, но не менее опасные, гаражи или совсем небольшие заброшенные дома сплошь и рядом. Это так признаются в мэрии. В том числе и поэтому назначили по городу кураторов, чтобы отвечали за отдельно взятую улицу, гараж или сарай. У нас еще остаются объекты, как старые дровяные сараи. Пока их в перечне нет, но тем не менее мы тоже думаем над тем, чтобы, может быть, отдельный перечень по такого рода объектам составить. Как старые брошенные индивидуальные жилые дома, есть и такого рода объекты. Есть гаражи самовольно установленные, которые тоже обладают всеми признаками бесхозненности, брошенности. Тоже представляют определенного рода опасность по гаражам. Мы тоже введем свой перечень, его не публикуем просто потому, потому что там около двух тысяч объектов. И, скажем так, тяжело будет идентифицировать каждые привязки к месту. Но тоже такой перечень введем. Вот в прошлом году мы порядка 112 гаражей демонтировали силами администрации. И еще порядка 50 гаражей демонтировали сами собственники по нашим требованиям. В районах Карелии обстановка не лучше. Тяжелое наследие лихих 90-х и нулевых ощущается там еще сильнее. Февраль этого года. Село Деревянное. Полуразрушенное здание комбината народных художественных промыслов. Съемочная группа, ни много ни мало из шести человек, свободно проходит на территорию. На входе лишь вопрос, что называется для галочки. Знаете, что частная территория? Знаем и спокойно проходим. Детей наверняка не пустили бы, но те и спрашивать бы не стали. Мало ли тут потаенных троп. Именно об этом и беспокоятся бывшие работники предприятия, которые знают здесь каждый угол, каждую опасную яму. На сегодняшний день как такого предприятия уже не существует. Его нету. Все разрушено. Вот мы были на этих развалинах в керамическом цехе. Крыши там протекают, кровли где-то уже потолк к обрушению. Шликерные ямы пустые, водой заполненные провалиться могут в них ребята играют на этих развалинах. Нехорошая ситуация там, конечно. В Карелии больше 800 подобных объектов. Какие-то больше, какие-то меньше, но все опасны. По словам представителей республиканских властей, активную работу по должной консервации, закрытию, сносу заброшки начали еще в 2019-м. За относительно короткое время со всеми разобраться, понятно, не успели. После трагедии в Волонецком районе стало очевидно. Действовать нужно оперативнее. Со своей страницы ВКонтакте глава Карелии Артур Парфенчиков еще раз обратился к жителям республики и своим коллегам. Выражаю искреннее соболезнование родным Андрея Шмялина, погибшего накануне в деревне Судолица. На мальчика обрушилась стена здания бывшей совхозной фермы, в которой подростки проводили время. Ему было всего 15 лет. Безусловно, семье Андрея будет оказана помощь. Правовую оценку ЧП дадут правоохранительные органы. На территории Оланецкого района из 75 подобных объектов 12 уже снесены, но здания в Судолице в реестре не значились. В связи с этим еще раз прошу все муниципалитеты активно продолжать ревизию на своих территориях, включая земли за пределами населенных пунктов. Кроме того, обращаю внимание местных властей на то, что доступ к потенциально опасным объектам на территориях населенных пунктов должен быть ограничен, независимо от того, в чьей собственности находятся строения. Также прошу жителей республики продолжать сообщать о заброшенных зданиях. Фото и координаты можно присылать в Минимущество и в социальные сети органов местной власти. Заброшку легко найти, но не так просто от нее избавиться. Хотелось бы, конечно, как в популярных видео, раз и нету. Но у нас старые бесхозные здания зачастую не такие масштабные. Да и денег на столь эффектные разрушения нет. Тем же, кто считает, что ломать не строить, ответят. Высокая стоимость работ по демонтажу – одна из причин того, что заброшки по-прежнему много. Если изготовление проектно-сменной документации может стоить 50 тысяч, 100 тысяч рублей, то, например, снос недостроенного крупного здания, например, как пятиэтажка поселка Вертеля, может стоить и 20 миллионов рублей. То есть здесь главное – финансирование. Но вопросы этого финансирования легче, например, организовать снос частникам. Например, вот Сартовальский район, который у нас является лидером по выявлению руинированных объектов, ну, из-за того, что, наверное, это основное направление туристическое у нас, да, он является и лидером по сносу руинированных объектов. В основном у них снос осуществлялся частными владельцами. Сейчас мне надо подняться наверх, это мне поможет лестница. А потом желательно мне спуститься вниз, если там это возможно. Это видео, кстати, снято в Петрозаводске, и таким продуктом буквально кишит интернет. Целая молодежная культура, опасность, адреналин, мистика, целые документальные фильмы про таинственную заброшку, порой с риском для жизни, и безо всякой боязни так глупо погибнуть под завалами чужой недостройки. Ого! Тут дыра, которую я вам только что показывал. Даже не знаю, стоит. Стоит туда идти или нет. И ох, подо мной все прогибается. Если отвлечься от сюжета и брутальных съемок, можно заметить, зачастую любители побродить по заброшке проникают туда безо всяких проблем, что называется, долго ли умеючи. Больше половины всех заброшек в Карелии в руках частников. Иногда сам закон не позволяет заставить их так просто снести или оградить от посторонних тот или иной объект. Адвокаты помогают затянуть процесс и не тратиться на ликвидацию опасных построек до последнего. При этом на счету каждый день, а вокруг так или иначе крутится молодежь. Основная мера воздействия на сегодняшний день, вот как и Петрозовский городской округ, да, тоже поддерживает, это обращение в судебные органы. Ну и понятно, что если такое решение выносится и вступает в законную силу, то исполнительный лист предъявляется в Федеральную службу судебных приставов. Это самый действенный способ. Но, к сожалению, практика противоречивая. Еще раз ссылаюсь, что на Петрозовский городской округ зачастую суды и отказывают удовлетворение иска только на том основании, ну сейчас сложно обсуждать, все-таки это судебная система, о том, что собственники в суде или представители собственников заявляют, что вот-вот сейчас мы начнем, ну то есть приводят свои доводы-факты, суд их придерживается, а в итоге суд не выносит решения, а руина как стояла, так она остается стоять. Поэтому, пока идет работа по ликвидации опасных объектов, специалисты в области воспитания, психологи советуют больше общаться с детьми, рассказывать им, что именно заброшенные здания таят опасность. Ведь именно там нередко убивают. От полиции на заброшках скрываются преступники и насильники. Именно там обрушаются стены, как это произошло в Оланецком районе. Неужели, если ребенку спокойно объяснить все это, он не поймет? Конечно, поймет. А если кто-то из детей после этого еще и не пойдет снимать видео или играть на ближайшую к дому заброшку, уже хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!